Александр Мусиенко, руководитель Центра военно-правовых исследований. Александр, здравствуйте, рада вас приветствовать. Здравствуйте. Если звучала информация еще в ноябре, мы только что озвучивали, что порядка 60% общего запаса боевых танков Российская Федерация потеряла где-то до 70% запаса ракет. Ну то есть цифры большие-большие, но тем не менее Российская Федерация продолжает бои. И вот то, что сегодня тоже мы озвучивали, Кирилл Буданов говорил, в марте будут ожесточенные бои, скорее всего, это такой прогноз от него был. По запасам Российской армии, можем ли мы посчитать по процентам, что чего осталось, насколько сил хватит у этой армии? Ну дело в том, что за проценты очень часто скрывают абсолютные цифры, не стоит забывать, потому что даже если остается порядка 30%, это может означать, что еще остается 2-3 тысячи тех же танков, например, либо бронемашин и так далее. На самом деле, на сегодняшний день, если мы говорим о проблемах в тяжелом вооружении, танках, о бронетехнике, они достаточно серьезные. У России, потому что они сейчас откатились от программ БМП-3 к БМП-1. Это более такая, менее современная машина. Сейчас они делают акценты на танки Т-62. То есть они сделали микс из танков, которые они перебрасывают даже в районы ведения активных действий. Есть и танки Т-90, но преимущественно они разбавлены как раз танками Т-62. Что это означает? Это означает, что снимают с хранения те танки, которые давно не были в использовании, с усами Брежнева, так называемые, то есть там модификации 70-х годов, и сейчас бросают их в районы ведения боевых действий. Это означает, что танки Т-90, Т-80, Т-72, которые находятся сейчас либо на ремонте, либо в успешном порядке их пытаются компенсировать, произвести, они производят в недостаточном количестве. Значит, будут делать акцент на Т-62, плюс те танки, которые смогут достать у Беларуси, возможно, у других стран. В Беларуси только порядка 100 танков они вывезли в Россию. Т-72 как раз. Они их тоже будут бросать фактически в бои вместе с этими мобилизованными. Поэтому, если мы говорим о танках и бронетехнике, проблемы действительно стали заметными. Это очевидно. Но, тем не менее, они пытаются еще что-то производить, пытаются что-то ремонтировать. В полной мере там еще на 100% сказать о том, что уже все и ничего недостаточно нельзя. Но проблема достаточно серьезная. Но я вам скажу, что если мы говорим о танках и бронетехнике, вообще интересная вещь, потому что это вскрыло грандиозную коррупцию в составе российской армии. И грандиозное, скажем так, вранье и ложь, которое прикрывалось могущество якобы российской армии. Дело в том, что я хочу напомнить, что Шойгу, министр обороны России, еще в 2020 и в 2021 году рапортовал своему руководству, Путину, о том, что две трети западного военного округа и центрального военных округов прошли модернизацию военной техники, либо с новой военной техникой укомплектованы. То есть как минимум две трети. Это два больших военных округа, которые принимают участие в войне против Украины. Как оказалось, король-то голый, потому что эта война ускрыла тот факт, что на самом деле двух третий не было. И на самом деле танки начали снимать с хранения те же Т-62 еще летом, еще в августе месяце, перебрасывать их на южное направление. Они появились в районе Орехово-Васильевки, на Запорожском направлении, также под Мелитополем их прикапывали на оккупированной территории Запорожской области. Ну и плюс следующий момент, когда говорим о коррупции, это то, что, как оказалось, большинство техники, вот тут уже можно сказать о процентах из тех танков, несколько тысяч, которые находятся на хранении, это Т-62 и Т-72, из них где-то 40% непригодны к использованию, 20% из них еще пригодны к использованию, но необходимы капитальные ремонты. Это тоже время. И остальные где-то порядка 40-35% в принципе можно после соответствующих технических процедур, связанных со снятием с хранения, использовать. Вот статистика в принципе как раз коррупции. А почему так случилось? Почему танки не готовы? Но дело в том, что грандиозная схема зарабатывания денег существовала и существует в российском ВПК. Когда они выполняли заказы по оборонсотрудничеству для третьих стран, они использовали фактически запчасти из танков, которые находятся на хранении, просто их снимали, что называется таким промышленным техническим каннибализмом. И ставили на новые, либо на танки, которые обслуживали для третьих стран, со стран Азии и не только. И на этом зарабатывали хорошие деньги в основном Минобороны и те, кто работает в сфере Рособоронэкспорта, ВПК российского и так далее. Вот это все вскрыло, в том числе и эта война. Поэтому почему сейчас говорят о новых раундах мобилизации, о увеличении мобилизации. Все очень просто на самом деле. Потому что необходимо продолжать войну Путину ради сохранения себя любимого у власти. А для этого необходимы силы и ресурсы. Но поскольку артиллерии недостаточно, тяжелого вооружения недостаточно, они будут пытаться это компенсировать пехотой, как раз мобилизованными, просто людьми фактически закрывать бреши по своим направлениям. Александр, хотели бы с вами поговорить о будущем, ну как будущем. Буквально в этом месяце должно пройти очередное заседание в рамках Рамштайна. Так называемый Рамштайн уже. Восьмая встреча будет проведена при участии антипутинской коалиции. И хотелось бы с вами обсудить то, на какие вооружения стоит ожидать нам и на какие решения могут выйти наши страны-партнеры. Потому что был брифинг главы украинского МИДа Дмитрия Кулеба, который говорил о том, что вот мы ждем вот этих хороших новостей. И новости будут просто прекрасные для нас с вами. Также в своей соцсети Facebook Андрей Сибига, дипломатический советник президента Украины, написал о том, что на следующем заседании Рамштайн-8 следует ожидать решения о максимальном усилении Украины. Будут сильные новости и решения союзников по выселению нашей обороны. А о чем это говорит и о каких вооружениях может идти речь в рамках Рамштайна очередного? В принципе, мы можем сейчас допустить. Я вот, скажем так, выскажу свое мнение, о чем может идти речь. Я думаю, что речь будет идти о бронетехнике. Это БМП и это бронетранспортеров различных типов, которые предназначены для укрепления наших механизированных бригад. В принципе, в СМИ уже в отчасти начали появляться сообщения еще ранее о БМП Брэдли. Это достаточно хорошая БМП. Я хочу сделать акцент на этом. Это основная БМП, которая находится на вооружении американской армии до сегодняшнего дня. Очень хорошо себя зарекомендовала. И нам очень кстати было бы для наших механизированных бригад получить на замену либо подкрепление тем БМП советского образца, которые мы используем. Вот именно такие модели. Это достаточно бы усилило. Это еще не танки. Тоже необходимо понимать, это все-таки не танк. Но, тем не менее, в боях это достаточно серьезное усиление. Помимо этого, в этой же связи есть заявление французской стороны о том, что они готовы предоставлять то же самое, свою бронетехнику Украине. Поэтому, мне кажется, что исходя из этого, вероятнее всего мы получим решение по усилению украинских войск именно бронетехникой. Какого рода это будет? Нам бы, конечно, хотелось, чтобы были не только БМП, либо БТР, различных типов бронетранспортеры, но и танки. Ну, посмотрим. Хотелось бы, чтобы и танки, но, возможно, будут только именно броня, которая касается БМП, БТР. Но это тоже очень хорошее усиление. Я думаю, это этап. Следующим этапом будут танки. Это, мне кажется, очевидно. И также речь может идти об усилении артиллерийских способностей украинских войск. Это тоже очень важно. Особенно в контексте контрнаступления и в контексте в целом вообще завершения войны. Потому что тут все связано, на самом деле. Чем скорее Украина сумеет деоккупировать наши территории, прекратить российскую агрессию, тем быстрее и воцарится, собственно говоря, мир в Европе. Поэтому артиллерия тут тоже важна. Ну и средства противовоздушной обороны, укрепления в дальнейшем для противодействия ракетному террору, для противодействия шахедам, которые Россия использует дроном. Вот, мне кажется, три компонента основных, на которых может быть сосредоточена следующая встреча. Но мне кажется, что хорошие новости, в принципе, должны быть в любом случае. В контексте помощи, как это нам сейчас будет помогать, объясню, к чему я. Мобилизация, о которой говорит второй волне мобилизации, которую анонсировал и министр обороны Резников, говорил и президент Украины Зеленский, в вечернем обращении тоже акцентировал на этом внимание, что вот-вот она начнется в Российской Федерации, вторая волна мобилизации. Ну, по сути, скрыто это и не прекращалось, но, тем не менее, уже открыто. Это, может быть, тем более Путин готовится, приказ охраны вот этих границ и так далее. Уже сколько там миллион, даже по официальным данным, уже миллионы россиян за время вторжения Российской Федерации на территорию Украины выехали из России. Сотни тысяч выехали с сентября, когда объявил первую мобилизацию, первую волну мобилизации Путин. Но, тем не менее, наберут же в эту вторую волну людей помощь, которая сейчас предоставляется Украине, которая будет предоставляться от партнеров. Насколько со стороны технической мы готовы противостоять этой второй волне мобилизации у россиян, и насколько мы готовы в личном составе тоже противостоять. Потому что каждый раз и военные эксперты, и аналитики говорят о том, что все-таки преуменьшать силы армии Российской Федерации не стоит. Никто в ни в коем случае не преуменьшает. Ее просто уничтожают. Вот и все, собственно говоря. Никто же не занимается никакими преуменьшениями. Я это к чему? Я к тому, что сколько бы ни было, но мы видим, что, в принципе, уже ведется работа, потому что количество таких людей было меньше. И пример этому и Макеевка, и Чулаковка, и под Сватовым, те взрывы, которые были, где большое количество техники и личного состава российских войск было просто уничтожено эффективными высокоточными ударами. И вот тут, понимаете, одна, две, три ракеты могут быть настолько эффективнее против большого количества личного состава. То, что Россия готова на сегодняшний день, российское руководство, бросать этих людей на убой, просто на верную гибель, с командирами-самодурами, с необученными, неподготовленными офицерами, с коррумпированной системой, с надутыми щеками, это одно. Вопрос в другом. Насколько хватит терпения вот этих людей терпеть всю такую ситуацию, которая у них складывается? Если они готовы вот так идти на гильвену, если они готовы так идти под обстрелы высокоточным вооружением, которое использует Украина, ну, значит, ну что, такова у них судьба. Значит, они пошли в другое независимое государство с оружием в руках, они сделали свой выбор. Это очевидно. Но если они не готовы, значит, они должны различными способами этому противодействовать, высказывать свое мнение, переходить в какие-то оппозиционные движения, складывать оружие и так далее. То есть саботировать приказы, не подчиняться незаконным приказам. Вот индикатор. Потому что если этого не будет, но, понимаете, я же не недооцениваю ни в коем случае. Понятно, что российские войска, они способны создать проблемы, они могут вести наступательные действия в дальнейшем, бросать этих людей. Но насколько их будет хватать? Вот я вам приведу конкретный пример сейчас, чтобы не говорить даже о будущем. Вот что произошло сейчас. После того, как украинские войска освободили Лиман в Донецкой области, они двинулись в сторону Сватова-Кременной, к этой автодороге. И там были бои. Россия перебросила туда подкрепления, перебросила мобилизованных. Украинские войска остановили вследствие этого свое продвижение, потому что продолжались боевые действия, необходимо было пройти. Это все закончилось тем, что российские силы понесли потери на том направлении. Украинские войска продвинулись ближе к Кременной и продвигаются. Постепенно, медленно, но продвигаются. Россия снова перебрасывает таких мобилизованных и снова их выставляет живым счетом. И, конечно же, с одной стороны, это может продолжаться до тех пор, пока они будут все время мобилизовать и бросать этих людей на убой. Но, с другой стороны, мне кажется, что даже у любого промытого мозгами пропагандой человека, который не привык к выражению своего мнения к жизни в несвободном государстве, но должны появиться какие-то вопросы. Сейчас они, кстати, проявляются очень активно. Критика идет через соцсети, пока что ее глушат, ее запрещают, о ней не говорят, конечно же, ее сбивает этот градус дискуссии. Но, тем не менее, она выходит. И то, что там говорят такие товарищи, как Пригожин и его группа Вагнера, там есть Ходоковские командиры, другие вот эти все террористы, командиры полевые. Но они, тем не менее, критикуют. И они критикуют достаточно серьезно. И мне кажется, что чем больше будет таких случаев, чем больше они не будут иметь никаких побед и продвижений, а будут иметь потери, тем, мне кажется, все же такие ситуации, она каким-то образом, вот это волнение внутри самих мобилизованных, самих российских военнослужащих, оно как-то будет возрастать. Вот, к слову, как раз-таки о критике, о ситуации в Макеевке. Сейчас волна как-то пошла, возмущение от российских блогеров, даже террорист Гиркин обвиняли военное руководство. Как думаете, к резонансу какому-то это приведет или заглушит этот вопрос? Ну, понимаете, они же глушить будут непременно, они глушат уже. То есть там понятно, что репрессивный аппарат работает, вся система работает на это, это ясно. Но вы видите, что оно же никуда не девается. То есть обратите внимание, что после Макеевки просто открыто начали критиковать российское военное командование. Сами же россияне, сами же их военные регулярных формирований, нерегулярных, частные военные компании, нечастные, но те, кто принимают участие в боевых действиях. Они сами начали с волной критикой такой достаточно серьезный. Мне кажется, это будет дальше, потому что, вспомните, я вот говорил о Лимане, вспоминал. Помните о Лимане, сколько критики было высказано тоже в адрес командования российского? В результате что? В результате генерала Лапина тогда заменили. То есть критика, она, и это свидетельствует о чем? О том, что критика, она никуда не денется. Ее просто уже сдержать невозможно. Чем больше будет таких случаев, чем больше будет людей фактически мобилизованных, чем больше будет задействованных, чем больше будет людей, которых эта тема касается непосредственно лично, тем больше она будет возрастать. А на этой волне будут выходить со своими амбициями довольно такими неприкрытыми, уже можно сказать, такие, как Пригожин, который достаточно часто появляется в информационном пространстве и говорит то, что он говорит, как и там другие. Тот же Гиркин и так далее. Понятно, что они говорят, потому что с другой стороны им позволяют говорить. Они бы так не говорили ничего, если бы, скажем, не было на то санкции соответствующих органов российских. Но если соответствующая санкция есть, и если им позволяют об этом говорить, не исключено, что есть люди верхушки власти и военно-политического блока России, которые разделяют это мнение, которые хотят, чтобы об этом говорили. Александр, хотел бы вас еще спросить. Вот буквально вот вы говорили, а тут телеграм-канал, и понятно, что мы так же, как и вы, как и наши зрители, там мониторим вот те истории, те новости, которые нам поступают. А что вы скажете о танках, таких как АМХ-10РС? Потому что сообщается о том, что Франция, ну, решила вроде бы как передать нам, вооруженным силам Украины, партию именно вот такой техники. Как, первый пошел, там, я не знаю, ждем леопардов, как я понимаю? Ну, это, смотрите, там по классификации с этими танками. То есть эти танки, они идут в Францию, их называют как легкие танки, но их можно приравнивать по нашей квалификации как БМП. То есть, ну, похожий аналог бронемашин пиху. Я почему, это неплохо, это же хорошо на самом деле. Почему? Потому что укрепить нашу броню, нашу бронетехнику в механизированных бригадах, это важно. Ну, то есть, это достаточно такие серьезные машины, которые могут выполнять различные типы задач, прикрывать нашу пехоту, принимать участие в наступательных действиях и так далее. Это очень хорошо на самом деле. Я считаю, что это может быть как раз этапом к передаче дальнейшим танков. Я с вами согласен. Возможно, это будет вдохновение для Германии по поводу танков Леопард-2. Возможно, для французов передать нам Леклерк. У них есть достаточно неплохие танки. То есть, я считаю, что это положительно. Чем больше таких прецедентов и чем больше стран вовлечены и привлечены к этому процессу, тем более европейских, я считаю, что это очень положительно и это, безусловно, хорошая новость. Спасибо, Александр, за ваше разъяснение. К слову, да, по танкам написал уже у себя в телеграм-канале Андрей Ермак, глава офиса президента, легкие танки и бастион от Франции. Это чудесная новость. Зрителям нашим напомню Александр Мусиенко, руководитель Центра военно-правовых исследований, был с нами на связи. Продолжение следует...